здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаем тему до потопного сталинграда и в этом видео поговорим о мамаевом кургане я первый раз здесь дед моего мужа воевал здесь мне пишут что войны не было сегодня у троллей это новый тренд не было ничего нет то что отрицают ядерную войну 19 века не было ничего это можно понять сговоры во всех структурах налицо фальсификаты истории явные следы засыпы городов но тут можно спорить до посинения но когда мне пишут что не было ничего великую отечественную войну 1941 45-го годов мне у которой родной дед пал смертью храбрых на невском пятачке 25 лет еще четыре человека в роду родной брат деда погиб фашистском концлагере в польше недавно мы получили документы эти выхухоли мне пишут что не было ничего уже начали активно продвигать в неокрепшие умы нет не было ничего и в сильной крепке они тоже наглую пытаются внедрить это на что расчет на то что люди начнут сомневаться сами в себе и в своем роде и в своих погибших какую наглость надо иметь чтобы писать об этом советским людям еще советским которые застали в живых многих ветеранов мы были в детстве нам было 12 лет а ветеранам было 50 лет они еще были совсем ну по сегодняшним временам чем принципе они старые люди они приходили в школу и рассказывали нам сколько книг было написано именно ветеранами сколько мы изучали этих книг не классное чтение мы очень много читали очень много читали много знали и мы много знаем поэтому и мне же мы не смеют писать о том что не было никакой войны вот эти вот кто вообще кто мразь из-под кореги я знаю кто и зачем это запускает а еще вместе этим запуск плоской земли а еще вместе с этим нас всех недавно заселили это несколько тем таких а еще монархия это спасение для нас вопрос для кого это для нас для таких как вас кто вас издаст вася издаст ху из ху выхухали кто ест вас для каких таких вас нас если эта тема интересна кто и зачем делает эти вбросы на оккупированной территории советского союза я сделаю напишите я сделаю этот обзор и скажу свое мнение меня интересовал вопрос почему мамаев курган называется мамаевом это реально курган или просто природное образование естественно я купила буклеты там информация официально и мы ее посмотрим так мамаев курган главная высота россии люди пока сердца стучатся помните какой ценой завоёвано счастье пожалуйста помните роберт рождественский не все помнят какую ценой завоёвано счастье тупые глупые думают что как бы просто так все дается нет за все приходится платить те кто отрицает эту жертву людей которые погибли за нас миллионы людей которые погибли за нас только вдумайтесь миллионы людей которые погибли за то чтобы мы сейчас имели вот эту жизнь которому нравится она не нравится но мы живем одни лучше другие хуже но мы живем мы живем довольно спокойно нас мирное небо над головой за все это отдали жизни наши деды те кто это отрицает а мне об этом пишут о том что не было никакой войны начинают писать об этом да вот проталкивают эти эти я не знаю кто даже как их назвать кто они вообще что у них в голове у них опилки однозначно это это нелюсть какая-то вот это проталкивает это не человеке это ну даже не враги мерзость не пишите мне об этом больше и вот мамаев курган главная высота россии на этой высоте 102 свершилось то о чем думали мечтали надеялись и верили миллионы миллионы людей на нашей планете сентября 1942 года за высоту 102 а мамаев курган именно он не был не имел такого названия это была просто высота 102 велись ожесточенные бои между войсками 6 полевой армии германии ворвавшимися в сталинград 23 августа и войсками красной армии прижатыми к волге день и ночь день и ночь двести суток шли бои горел сталинград горела волга плавился металл горела земля и только человек защищая каждую пять родной земли оставался жив один из десяти один из ста один из тысячи только он один живой и мертвый отстоял сталинград отстоял волгу отстоял родину и так 2 февраля 1943 года последний очаг сопротивления гитлеровских войск был уничтожен после 200 дней и ночей непрерывных боев на берегах волги победа в самой кровопролитной битве двадцатого века досталось советскому народу слишком дорогой ценой полтора миллиона погибших защитников сталинграда полностью разрушенный город и тысячи хуторов и сел на территории где проходила сталинградская битва разрушены тысячи хуторов и сел полтора миллиона погибших только здесь с вершином амаева кургана знамя победы в сталинградской битве было перенесено в тысячи других знамен к столице третьего рейха и воодоружено на куполе рейхстага часть великой победы ковала сталинградской битве сейчас хочу сказать немного конечно всю эту книгу всю эту книгу показывать нет смысла фильме здесь на информативные здесь письма фотографии много нас интересует у нас тема мамаев курган и в общем-то альтернативная история в том числе поэтому давайте пройдемся по ней что здесь есть что здесь есть интересное и по поводу самого установления самого памятника все-таки не могу не показать фотографии вот некий евдокимов командир передового отряда 33 гвардейской стрелковой дивизии пулеметный расчет готовится к отражению вражеской атаки вот так защищали домах сталинграда тоже пленные фрицы якобы немцы здесь не воевали это какая-то третья сила воевала против немцев и русских это вот это чтобы переначить победу нет здесь немцы воевали здесь фашистская германия воевал но естественно фашистская европа но и немцы в том числе немцам кстати не приходит в голову отрицать это но нашим сейчас это просто активно внушается вливается что не было ничего полтора миллиона не было ничего так и вот авторский коллектив это главный архитектор главный вернее скульптор это буй че тич доктор технических наук никитин военный консультант маршал советского союза чуйков архитектор белопольский изначально планировалась другая скульптура две две скульптурная композиция женщина с колосьями и солдат преклонивший колено и целующие эти колосья но потом решили что это не завершение сталинградской битвы сталинградской битвы это не победа это только часть большой победы поэтому нужно было сделать идейный другой памятник вот так он строился по поводу скульптурных композиций чуть попозже я отдельно скажу какое впечатление у меня было вот личное присутствие вот это построение этого памятника и приняли решение что будет именно женщина родина матч именно с мечом потому что когда-то здесь был как предполагают место сакральное место скифов что персы здесь были царь дарий здесь был и что здесь меч скифов где-то захоронен и что здесь даже есть могила мамая и поэтому с легкой руки 1 корреспондента назвали его мамаев курган до этого он назывался просто бугор или просто высота 102 конечно когда я листаю и я вижу здесь вот три color ну и вот здесь вот этот три color это конечно такая насмешка этого три color этой этой вражеской власовской тряпки здесь быть не должно вот в этом месте где погибло полтора миллиона людей это это такой оксюмарон это такое искажение истории к сожалению молодые солдаты могут этого не понимать которые здесь стоят да вот эти скульптурные группы мы обсудим чуть позже в этом же фильме так но теперь собственно говоря мне интересовала геология мамаева кургана давайте вот посмотрим чтобы не быть голословным вот я читаю с официального источника геологические исследования показали что это возвышенность мамаев курган естественного происхождения высота образовалась период изменения рельефа местности примерно один миллион лет назад но они это любят эти даты возвышается над уровнем моря на 102 метра с востока над террасой волги на 60 70 метров над волгой на 113 метров геолога морфологическом отношении мамаев курган представляет собой холм останец приволжской возвышенности это форма рельефа образовавшиеся естественным путем в результате очленения оврагами и балками от южного окончания приволжской возвышенности а станция рельефа с абсолютной отметкой 100 метров как показали инженерно-геологические изыскания верхняя часть и вот здесь вот главная верхняя часть мамаева кургана слагается или из перри отложившихся милетовых глин мощность пласта которых на вершине кургана достигает 20 метров толщиной хочу сказать что я естественно сразу стал искать а что же такое милетовые глины так вот в свободном доступе в интернете нет ни единого указания на разъяснение что такое милетовые глины есть описание этих глин есть еще какие-то глины красные голубые черные коричневые но вот что такое милетовые глины но нету в интернете этого возможно у специалистов еще где-то но в оцифровке нет поэтому вот написали что такое милетовые глины а выяснить простому человеку что такое милетовые глины который читает вот этот вот букле нет никакой возможности вот для чего это написано для кого это написано милетовые глины почему не написать тогда простым и понятным языком но то что наверху кургана 20 метров каких-то глин это в общем-то не удивительно для меня потому что он точно также залит вот этой жидкой глиной в данном случае на 20 метров но естественно это моя версия и так значит достигают 20 метров толщиной в сторону волги толщиной тех глин пересекать севера на юг разлом заполненной песком когда-то миллионы лет назад в этом месте произошли геологические катаклизмы которым сопутствовали оползни колебания земной коры что и привело к образованию разломов толще глин а затем к сплошному перемешиванию пород хотя здесь 20 метров толщина неких милетовых глин период образования земной коры на территории нашей области прилегающих ней пространствах существовало море на мелководе в теплых слоях воды множество различных моллюсков населяла морские воды и осаждалась на дно образуя осадочный слой со временем уплотнившийся и превратившийся глинистые породы слоистой структуры под воздействием геологических изменений эти слоистые глины перемещались перемешались нарушилась их слоистость в результате чего дошедшие до нас глины имеют хаотическую структуру верхние части глин расположены ближе к поверхности имеют выветренность трещины и в отличие от других видов глин сильно увлажняются превращаясь в пластическую массу резко сокращающиеся в объеме по склону кургана к волге толща этих глин уменьшается а под милетовыми глинами залегают глины киевского яруса представляющие собой песчано опоко видные глины сильно уплотненные и водонепроницаемые на отдельных участках склона вклиниваются небольшие пласты песка но вот поняли что здесь написано я лично это понимаю таким образом вот в этом именно абзаце вся интересная информация то есть первые слои вот эти мы прочитали 20 метров толщиной милетовые некие глины они сокращаются в объеме потому что у них идет выветривание и они пропускают влагу то есть они такие подвижные они скажем так не настоящие а вот под ними находятся те самые природные глины так называемые киевского яруса представляющие собой песчано-опоко видные глины сильно уплотненные и водонепроницаемые вот под этими милетовыми глинами вот под этим нет недавним слоем я не ни в коем случае не скажу никаких это не миллионы лет он бы весь выветрился а это именно недавно и может быть 150 лет на водоразделе почвы светло каштановые солонцеватые солонцы так что еще интересно здесь вот это я пропускаю вокруг кургана много балок и оврагов западу он ограничен лесопосадками зеленого кольца вся поверхность кургана за исключением некоторых гуру глубоких оврагов претерпела большие изменения в связи с деятельностью человека ряд крупных оврагов засыпан рельеф склонов частично выровнен и за террасирован под лесопосадки в связи с этим почвенный покров утратил свой естественный вид в настоящее время все склоны кургана террасирована с целью озеленения почвенный покров в связи с этим изменен также как фациальная структура ну почему русским языком не писать что за фациальная структура преобладавшие до террасирования различные солонщиковые варианты почвы благодаря миллиардативным работам превращены почвогрунты и приобрели более благоприятные лесорастительные свойства и сейчас на мамаевом кургане произрастают деревья различных климатических зон туи ели каштаны березы и многие другие так это не все у нас по кургану но идем по по порядку и вот здесь следующая статья это ход строительства памятника ансамбля на мамаевом кургане конечно тоже я все читать не буду самым интересным и сложным сооружением комплекса является главный монумент первоначально он решался из двух фигур как я уже сказала родины матери со знаменем победы правой руки и снопом колосьев прижатых корпусу фигуры левой руки и солдата с автоматом в руке преклонившего колени и целующего колосья из воспоминаний член авторского коллектива заслуженного архитектора лысого по идее на художественному замыслу эта группа олицетворяла собой наступившую мирную жизнь после победного окончания войны скульптурная композиция венчавшие завершения комплекса имела высоту примерно 25 метров и постамент под ним памятный зал составляла высоту порядка 18 метров надо сказать что по поводу главной скульптуры памятника ее статичности и идейного содержания были высказаны сомнения как при рассмотрении в москве так и в сталинграде да и все мои причастные к этому памятнику в том числе сам автор в учете ощущали определенную неудовлетворенность причина в том что защита сталинграда еще не победа поэтому они его отправили в москву отдохнуть и чтобы к нему пришел пришла идея новая идея и будь в учете возвращается с идеей вот скульптуры родина мать той которой мы ее знаем как они пишут появилась динамичная порывистая фигура женщина родина матери с высоко поднятым мечом правой руки и стремительном порыве призывающий своих воинов к решительным схваткам для окончательного разгрома ненавистного врага суровый волевой лицо гневно сдвинутые брови кричащий широко открытый рот и развивающиеся на ветру волосы и шарфы все это олицетворяла непреодолимую силу экспрессию страстный призыв стремительному движению только вперед к освобождению отчизны новое предложение явилось логичным высоко эмоциональным завершением того героического пафоса которым насыщены все скульптурные композиции комплекса и так рассмотрев конструкции определив нагрузки от главного монумента институт принял решение под сооружение применить плавающие фундаменты была запроектирована железобетонная плита форме прямоугольника со сторонами по 24 метра толщиной 2 метра для стабилизации влажного режима глин по периметру фундамента плиты вдоль всего комплекса с двух сторон были запроектирован кольцевой дренаж фундамент был уже готов когда изменилось композиционное решение и вес фигуры увеличился более чем два раза действительно это грандиозное сооружение и с точки зрения инженерной мысли это очень мощно все это рассчитать потому что статуя фигура свободно стоит на постаменте не имея связи с фундаментом при необходимости устранение крена в силобате оставлены ниши и посредством домкратов можно фигуру выпрямить конструктивно главная скульптура состоит из внешней оболочки тела соединяется внутренними вертикальными и горизонтальными диафрагмами которые пересекаются между собой под углом 90 градусов и образуют пустые колодцы сечением 3 на 3 метра горизонтальные диафрагмы располагаются по высоте на шести уровнях имеют монолитное соединение с вертикальными диафрагмами и наружной оболочкой телом толщина внешней оболочки фигуры от 20 до 60 сантиметров 25 60 сантиметров глава фигуры шарфы руки изготавливались отдельно на строительной площадке затем монтировались при помощи башенного крана правой руке кулаке была замоноличена закладная деталь для крепления меча фигура главного монумента выполнена из бетона по составу аналогично тому который применялся при строительстве останкинской телебашни приготовление бетона производилась на серебряковском цементе была обусловлена поставка его из одной печи завода а бетон готовился на железобетонных заводах управления волгоград гидрострой волжском на протяжении всего пути доставки бетона на для главной фигуры на самосвалах были укреплены специальные флажки что обеспечило им зеленую улицу видите как все подробно расписано вот что значит когда есть информация вот прошло 70 70 лет ну не 70 лет меньше с 59 года прошло 60 лет 60 лет тоже довольно приличная дата и соответственно вот если здесь все ясно как изготавливался монумент и доставка и из какого бетона и каким образом это все монтировалась и как это делать посмотрите фотографии масса то по поводу например строительство метро фотографии нет и информации по поводу строительства многих высоток информации очень очень мало да они строились но очень мало информации например с начала котлована вот хотелось бы это все узнать но этого нет еще интересные детали и леса для возведения фигуры главного монумента более 1 тысячи тонн металла монтировались полтора года на площади были установлены модели фигуры 1 10 увеличенные 5 2 метра которая имела срезы через пять сантиметров зато методом полярных координат шло десятикратное увеличение конфигурации лекал на фанерных листах которые строго маркировались и по ним делалась наружная гипсовая опалубка для конфигурации тела для проведения этих работ на заводе газоаппарат был предоставлен новый цех была установлена арматуры тела фигуры замыкавшиеся между внутренней и наружной опалубкой бетонирование тела скульптуры производилась с внутреннего пространства на протяжении трех с половиной месяцев теплого периода две смены третью смену очищалась площадка лесов от мусора вот тоже это очень важный показатель как работали с вами например интересно как же строился исаакиевский собор здесь показано что только в теплый период две смены третью смену очищалась площадка лесов от мусора три с половиной месяца как же строился исаакиевский собор внутри фигуры предусмотрена лестница позволяющаяся подняться по всей внутренней высоте скульптуры и подойти к любой части внутреннего объема также в голову руки полые шарфы а в правой руке держащий меч предусмотрен лаз для прохода в полость меча связи с тем что фундамент покоится на толще в толще милетовых глин вот этих подвижных глин наносных изменение влажного режима могут вызывать неравномерные осадки фундаментов вследствие этого крен скульптуры для исключения такого явления скульптуру поставили свободно на перекрытие фундамента нижняя часть скульптуры там где находятся ноги сделано в виде решетчато железобетонного ящика с мощным 50 сантиметров стенами этот ящик свободно уложен на перекрытие фундаментов и по каждой стороне его предусмотрено по четыре ниши таким образом преобразование критического наклона крена фигуры в любую сторону от вертикальной оси можно посредством гидравлического дам кратах гидравлических дам кратов отрихтовать ее в нужное вертикальное положение поскольку надземная часть скульптуры не связано жестко с фундаментом и прочно стоит за счет своего огромного веса и точного расчета центра тяжести действительно это очень мощно то есть она никак не за как не закреплена это мощнейшая статуя какая красивая земля ну там есть целая система тросов диаметром 38 миллиметров открытая арматура подобно струнам натянуты до расчетной нагрузки обеспечивающие необходимое сжатие всех элементов скульптуры можно считать фантастикой что главный монумент подобно шахматной фигуре стоит свободно его можно снять и переставить на другое место естественно я искала информацию по мама его кургану более более глубокую что ли и мои поиски увенчались успехом мне встретилась вот такая проза автор виорель ломов легендой были мама его кургана и я не не хочу никакой автор статьи себе приписывать поэтому я всегда показываю откуда я беру материал потому что это действительно очень достойная работа и интересная информативная и так мама его курган холм высотой 102 метра иргинской возвышенности это я уже все читала так дальше не велик мама его кургану велико слава о нем выше гор вознеслась она давайте почитаем до великой отечественной войны мама его кургана как такового не было жители называли его бугром на нем не было садов огородов построек на нем росла лишь степная трава ковыль волосатик полы тонконок типчак которые шмыгли песчаники полевки степные пеструшки тушканчики суслики не небе прилетал жураль вы красавка докружили высматривая добычу копчик и степной орел тишину нарушали с одной стороны городские шумы а с другой стрекотание кузнечиков и трели белокрылого жаворонка не велик казалось бы бугор но историком известен уже более двух тысяч с половиной лет он как магнит притягивал к себе завоевателей но насчет завоевателей я бы поспорила и насчет двух тысяч пяти двух с половиной тысяч лет по геродоту 512 году геродот тот еще фантазер до нашей здесь со своей 700 тысячной армии побывал персидский царь дарий 1 совершавший поход во фракию и скифио крайне восточной точкой похода стала река уар вот кстати интересное название ее некоторые историки отождествляют с волгой река уар либо ра все-таки рао да потому что волга звалась ра как и нил кстати звался ра рыбаков считает что уар река корсак в приазове будто бы измотанной стычками со скифами недоеданием и болезнями персидское воинство расположилось вокруг холма будущего мамаева кургана и возвело вдоль волги восемь крепостей о как восемь крепостей куда же они делись однако генерального сражения со скифами не состоялось и дарий увел и скифи свои войска по преданиям начиная с 4 века до нашей эры на кургане сарматы хранили главную свою святыню волшебный меч еще раз говорю что все эти вот и даты четвертый век до нашей эры предания никакие предания с этого времени до нас не доживут это все если что-то и было то было не так давно значит волшебный меч гарантировавший им победу а сармадские жрецы поклонялись крылатому псу войны тоже какая-то вот извините меня ерунда но что есть то есть или кто там понаписал эти легенды здесь же якобы была похоронена одна из последних сарматских воительниц а вот это вот тоже интересный момент я вам сейчас пока намекаю впоследствии сделаю работу есть у меня кое-какие кое-какие мысли на этот счет значит похоронена одна из последних сарматских воительниц возглавлявшие племя на которую богами была возложена священная миссия хранить священный меч до тех пор пока не найдется достойный воин способный удержать в руке оружие предков и возродить славу своего народа ну вот они нам чё понаписали откуда они это взяли но может быть откуда то что-то взяли какие-то какие-то обрывки дошли согласно легендам на кургане в 1366 году находилась застава хана мамая беклер бека управляющего золотой орды и будто бы он сам был похоронен здесь в золотых доспехах по другим источникам дозора мамая находились на другом селезневском бугре золотоискатели немало потрудились перекапывая холм но усыпальницу хана и золото не нашли хотя обнаружили косвенные доказательства присутствия монголов на этом месте монголов именно каким образом ну знаете как будто они вот пишут а и на простой народ будет просто поверит присутствие монголов на этом месте они что дактилоскопию делали они что черепа нашли монгольские как они определили присутствие монголов в этом месте то есть возможно нашли какие-то следы чего-то чего-то какой-то одежды и доспехов опять таки сколько им по времени много им быть не может они бы не дожили с мамаем связывают и название кургана хотя это слово может означать и бугор либо мать мира с древне тибетского мамай тоже прошу обратить внимание на это во время сталинградской битвы во всех военных документах стратегически важный холм стал именоваться просто высота 102 слово курган по отношению к высоте 102 впервые применил один из военных корреспондентов с тех пор и пошло об этом месте сложена масса невероятных историй о подземных туннелей и реликтовом излучения исходящим из расщелина под курганом а шатре тамерлана на его вершине чаша святого грааля и сотрудниках нацистского ннрв но все же самым невероятным событием стала жесточайшая битва за высоту 102 которая длилась 135 дней из 200 дней ленинградского сталинградского сражения которые сложили головы тысячи красноармейцев мы сегодня знаем полтора миллиона ожесточение объяснялось тем что обладатель плацдарма мог контролировать половину сталинграда его центр порт переправу через волгу вокзал завод красный октябрь выпускавшие танки первым на кургане расположился командный пункт 62 армии который возглавлял генерал-лейтенант в и чуйков сколько раз вершина мамаева кургана переходила из рук в руки никто не может сказать за мамаев курган бились войны из дивизии родимцева дралась вся дивизия горишного 112 дивизия ермолкина и больше всего за него сражалась славная четырежды орденоносная гвардейская дивизия батюка несмотря на то что в дни самых тяжелых боев превосходство врага в людях было пятикратным в конце января гитлеровцев выбили с кургана и высотой окончательно владели красноармейцы в их руках оказался волшебный сарматский меч неоценим вклад воинов сражавшихся за мамой курган победу красной армии в сталинградской битве положившие начало коренному перелому в ходе великой отечественной войны через пару месяцев пришла весна но на кургане черном обожженным изрытом воронками усланным осколками снарядов и авиабомб не взошла ни одна травинка несколько лет курган был серым из-за слой осколков не рос даже чертополох не трещали кузнечики гробовая стояла тишина когда стали приводить порядок курган с каждого квадратного метра собрали от 500 до 1250 кусков железа а до этого на восточный склон свозили со всего города останки погибших солдат и хоронили там со всего города хоронили на этом кургане опознать и пересчитать всех погибших не представлялось возможным поэтому была принята мера ведро представляете как это ужасно кто хочет повторить вот что такое война одно ведро один человек вот как вам я это вот читаю впервые вот это правда жизни вот она простая правда жизни одно ведро один человек это останки это просто собирали руки ноги что там осталось головы черепа что там осталось вот так вот так вот это вот это все по городу было разбросано вот человеческие останки разорванные, разудранные. Так и посчитали. Приблизительно количество захороненных на Мамаевом кургане 34 с половиной тысячи человек. То есть 34 с половиной тысячи ведер, останков. Отдельно на воинском мемориальном кладбище были перезахоронены останки еще 2047 солдат, считавшихся без вести пропавшими, которых нашли поисковики. Там масса без вести пропавших. Наши солдаты были, ну не знаю, суеверными. Они, многие, не оставляли медальоны. И невозможно поэтому было определить. Еще медальоны они были из бумаги, и эта бумага портилась. И тоже потом невозможно было прочитать имя. Это опять-таки к тому, кто готовил, кто это вот подготавливал. Это тоже часть вредительства в отношении нашего народа. По свидетельствам горожан, а позднее охранников памятника комплекса много лет после войны, в светлой лунной ночи на Кургане появлялись призраки. Воин с автоматом и девушка-санитарка. А над могилами мерцало таинственное голубоватое свечение. Души, наверное. Вот так вот. Вот вам Мамаев Курган. Памятник ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане был открыт 15 сентября 1967 года. Авторами его стали коллективы под руководством главного скульптора Вучетича и главного архитектора Белопольского. Инженерные расчеты провел Никитин, рассчитавший также конструкции здания МГУ, Останкинской башни и других сооружений. Похож на Митридат? Похож, да. Вот есть такое же вот ощущение. А ведь и вправда. Эти склоны террасированные специально уже после войны и засаженные деревьями разными, в том числе и московскими школьниками, вот они делали эту аллею. Так вот, это все действительно напоминает Керчь, Митридат. И погода стояла 40 градусов, жары. Это все напоминало вот тот самый юг и ту самую древнюю скифию. Но она и есть, получается, древняя скифия. Если сравнивать памятники, вот они не сдаются, да, им тяжело. Они погибают, но они идут до последнего. Один тащит другого. Вот автомат. Вот еще тоже вот раненого тащат. Не сдаются, не сдаются. Весь смысл в том, что не сдаются все памятники советские, советских солдат. В отличие от современных памятников Великой Отечественной войны, ну, поскольку, видимо, уже задача другая. Показать наоборот жертву. Показать наоборот. Вот не дух, здесь вот не сломленный дух. Несломленный дух. Да, их убивают, но они не сломлены. Их не победили. Их плоть победили, но не победили их дух. А сейчас памятники делают с побежденным духом. Вот они не сдаются. Они не сдаются. Они не бросают раненых. Они не сдаются. Они борются до последнего. Они не сломлены. Вот что такое советский дух. У них нет страха. Мы все шли вперед, и сила снова чувства суеверного страха охватывала противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Смертны, конечно, смертны. Столько людей погибло. Вся страна встала. Это был геноцид народов. И в первую очередь русского народа. Кто-то в очередной раз решил уменьшить население планеты. Кто-то, Ротшильды в том числе. Те, кто спонсировали Гитлера. Те, кто создавали эту войну. Те, кто ее планировал. Памятник по типу мхата Анны Голубкины. Пловец типа, якобы волна или пловец. Вот у нее там тоже эти лики, эти руки. Все это говорит о том, что катастрофа была. Вот здесь вот ясно, что мы понимаем, что была катастрофа. И она там тоже намекнула на катастрофу. Здесь более понятно, что война. А вот здесь вот, вот эта часть вообще непонятна. Смотрите, мой фильм «Спрячь на видном месте». Мхат, волна. Многие смотрели, но многие и не знают, что есть такой фильм на моем канале. Скульптор Анна Голубкина. Так вот, в Камергерском переулке Москвы есть такая скульптура над Мхатом. И там как раз показаны лики. Лики не только пловца, якобы пловца. Рук, ног. Так что Анна Голубкина изобразила именно катастрофу, а не просто житейское море. И автор «Руин» в Сталинградах, он, в общем-то, взял тот же самый принцип, показав эти лики погибших людей. Нет, здесь они уже пишут. Лика, лик. Вот видишь, мертвая голова. А вот над ней еще большая голова мужская. Вот еще лик. Вот несколько ликов. Ладонь вон там огромная. Вот лицо. Вот прям вот. Вот лицо огромное. Профиль. В памятнике. Вон еще человечек сидит. Вот так, блин. Война Голубкина полностью закончила регуляцию немецко-пакийских войск, а другом в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, одруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Расдавлен последний очаг. Вот такую страшную женщину изобразили с автоматом. Прям такую бабу-югу конкретно. Да, люди выстояли, и мы победили только благодаря неимоверному духу стойкости наших людей, которые отдали свои жизни. Вот они действительно, их убивали, их уничтожали миллионы. Но если бы не они, то нас бы сейчас не было, потому что уничтожали людей на полном серьезе. Не в шуточку, а по-настоящему. И с удовольствием уничтожат. Сейчас, если мы позволим, если мы допустим это, шутки в сторону, надо это показывать и говорить и детям, и взрослым, и советским, которые уже тоже отупели некоторые, которые это все отрицают. Получился такой большой фильм, но все это надо было показать, рассказать о своих ощущениях. Именно там, на месте. Я хочу сказать, что вот Скифия, Мамайев Курган — это Скифия, о том, что там сакральные места, о том, что там такие легенды, о том, что там есть меч Скифов, о том, что там могла быть похоронена сарматская женщина-воительница, о том, что этот... Этот бугор, высота 102, покрыт 20-метровыми слоями глины, наносной вот этими глинами, которые непонятно, как назвали. Похоже, он залит. Его настоящий вид, он там, под 20-метровыми слоями вот этой глины. Вот там настоящая Скифия, вот там культурный слой. И в этом Кургане все-таки, насколько он природный, не природный, ну, раз говорят, что там есть захоронение, мы не знаем даже, на самом деле, что это такое. Но он очень похож на Митридат, на Керченский, после того, когда его уже засадили различными деревьями, там действительно прекрасно гулять. нет ощущения, нет гнетущего ощущения, несмотря на то, что это грандиозный памятник, и там действительно погибло очень много воинов, но ощущение светлое. Никакого гаваха там сейчас нет. Ощущение очень легкое, светлое, но грусть есть, безусловно, и печаль есть тоже, безусловно, и детям это надо показывать. Но нету мрачностей, и нету такого оттока энергии, нет. Несмотря на жару, проходишь это расстояние, огромное расстояние, дойдя до скульптуры «Родина-мать», проходишь и не замечаешь, несмотря на ужасающую жару, 40 градусов, и там даже выше, до 50 доходило. И вот такой фильм получился. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мои каналы. Делитесь этим видео, это надо все показывать, рассказывать. Благодарю всех, кто помогает каналу, в том числе материально. Мне все это очень важно. Благодарю за ваши комментарии. Впереди еще интересная информация по Сталинграду. Это не все. В работе над фильмом мне приходит еще новая информация, помимо того, что я сама нашла. Мне еще поступает новая информация, поэтому продолжим по Сталинграду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.